Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ольга Громова, и я врач-кардиолог, научный сотрудник Института имени Бакулева. И сегодня мы с вами будем говорить о введении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период эпидемии инфекции COVID-19. Вначале я хочу остановиться очень коротко на клиническом течении и на патогенезе инфекции COVID-19. Затем поговорить о профилактике у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и о терапии их в период эпидемии. COVID-19 и инфаркт, особенности введения этих пациентов, особенности проведения операций экстренных, а также особенности у пациентов с положительным COVID-19 инфекцией. Итак, мы знаем, что в 80% случаев инфекция COVID-19 протекает легко в виде ОРВИ или при бессимптомном течении, однако в 20% случаев она осложняется. Основное ее проявление является вирусное внимание и дыхательное недостаточность. И лишь в 5% случаев это тяжелые осложнения, развивается острый респираторный дистресс-синдром и системный воспалительный ответ, что может приводить к полиоргену недостаточности и нередко к повреждению миокарда. Мы видим, что выделяют три стадии. И первая, вторая стадия, когда возникают легкие явления ОРВИ и пневмония, это фаза вирусного ответа, когда нагрузка вирусная велика. Однако самая тяжелая стадия, третья, когда развивается синдром системного воспалительного ответа, вирусная нагрузка снижается, и это уже фаза воспалительного ответа хозяина. В этот момент увеличивается содержание уровня воспалительных цитокинов, цитокинов-шторм, так называемый, а также повышается значительно уровень тропонинов, высокочувствительных тропонинов, что является критерием повреждения миокарда. И причин для повышения тропонинов у этих больных на самом деле несколько. Первое – это, может быть, прямое повреждение миокарда, АПФ-2 ассоциированное. Мы помним, что АПФ-2 является входными воротами для вируса COVID. И помним, что АПФ-2 является входными воротами для вируса, и поэтому, естественно, этот фермент располагается на карде и может происходить прямое повреждение. Однако основным путем является повреждение миокарда в результате тяжелейшей гипоксии при дыхательной недостаточности, при пневмонии. Также может происходить микрососудистое повреждение коронарных артерий, а также повреждение миокарда цитокинами во время цитокинового шторма, во время системного воспалительного ответа. Однако ученые из Китая и Италии не описали ни разу того самого вирусного миокардита, подтвержденной эндомиокардией, в которой мы привыкли, к которой мы наблюдаем в основном у молодых людей, у детей. Такого миокардита нету. Это лишь основное проявление пневмонии и дыхательной недостаточность, а повреждение миокарда вторично. Итак, мы помним, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями относятся к группе риска тяжелого течения инфекции COVID-19, в том числе пациенты с артериальной гипертензией. Кроме этого, в группу риска входят люди с сахарным диабетом, при этом старше 65 с онкологическими заболеваниями, с хроническими заболеваниями легких. И главная мера профилактики у них, конечно, изоляция. По возможности, если есть возможность оставаться дома, нужно оставаться дома. Однако, если необходимо работать, таким людям следует соблюдать социальную дистанцию и меры профилактики гигиены. Очень важно для нас, что все плановые визиты, все исследования должны быть отменены, перенесены по возможности. По возможности максимально приходить на телемедицину, в том числе заочно корректировать терапию, антигипертензийную терапию. Вопросы о необходимости очного посещения следует решать индивидуально. Если есть такая возможность решить по телефону, было бы очень хорошо. Если очный прием необходим, то важно помнить правила. Во-первых, желательно измерение температуры, желательно при входе в медицинское учреждение. Обязательный опрос о катаральных явлениях. Обеспечить пациентам дистанцию между собой минимум 1-8 часов. Самому врачу использовать маску, мыть и обрабатывать руки, а также фонамдоскопы поверхности до и после приема. Также следует соблюдать насторожность в отношении COVID при жалобах на внезапное появление одышки или стеснение в груди. Что касается препаратов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период эпидемии. Важно, не рекомендовано сейчас отменять ингибиторы АПФ и сортаны, а также аспирин, поскольку потенциальный вред от отмены этих препаратов, если они хорошо помогают, хорошо корректируют давление, может сильно превысить возможную гипотетическую пользу. Мы помним о том, что есть совершенно такие гипотезы, экспериментальные данные о том, что уровень АПФ-2 может повышаться при приеме этих препаратов, имею в виду ингибиторов АПФ и сортанов, однако практически никак это не подтверждено и пока отменять не рекомендуют. Хлорохин, гидроксихлорохин для профилактики инфекции не рекомендованы. Эти препараты обладают значительными побочными эффектами, они могут удлинять интервал ПУТ и быть причиной тяжелой жизнеугрожающей желудочковой тахикардии типа пируэт, а также обладают кардиотоксичностью. В настоящее время начали рандомизированные исследования, однако результатов пока нет. И мы должны помнить, что базовая терапия всех сердечно-сосудистых заболеваний во время эпидемии должна оставаться прежней и согласно действующим рекомендациям. Вирусная интоксикация, пневмония и в частности ковид-инфекция, безусловно, может спровоцировать развитие инфаркта миокарда в результате дестабилизации пляшки, поскольку происходит тяжелейшее воспаление, также в результате микрососудистых повреждений и несоответствия потребностей и доставки кислорода, то есть инфаркт миокарда второго типа, и он встречается чаще у этих больных, чем у первого типа. Также итальянские коллеги отмечают, что среди поступающих пациентов с инфарктами миокарда гораздо чаще встречаются пациенты без экклюзионного поражения коронарных артерий. Хочу отметить важный такой тревожный момент о том, что в эпицентре инфекции ковид в Китае и в Италии отмечено, что люди стали меньше обращаться с инфарктом миокарда, с подъемом осетов. И доктора объясняют это тем, что люди боятся заразиться в больнице. Все знают, что в больнице все перепрофилированы, они боятся и даже с болью в груди они остаются дома, и они дома умирают. Поэтому важно информировать людей и обращать внимание о том, что боли в груди внезапные, одышка внезапная является поводом к вызову споры и поводом госпитализации. Поскольку лечение УКС в условиях пандемии не изменилось, оно подчиняется общим рекомендациям, и при инфаркте на карте с подъемом с сегмента СТС, сенсирование и чрезвычайно коронарное улучшательство все еще в приоритете. Однако имеются особенности работы в операционной, в ревгеноперационной в период эпидемии. Мы должны помнить о том, что все пациенты должны рассматриваться как ковид положительные, пока не доказано обратное. Что это значит? Мы должны больше, чем обычно, защищать некий персонал, больше, чем обычно, обрабатывать операционные между процедурами, по возможности соблюдать дистанцию между пациентами в до и послеоперационном периоде, как можно быстрее выписывать пациентов, если они стабильны. Для подтвержденных случаев COVID-19 желательно, чтобы была выделена отдельная операционная. Также итальянские коллеги рекомендуют меняться местами, чтобы хирурги менялись местами, и хирург, который находится ближе к пациенту, все время менялся, чтобы снизить вирусную нагрузку на врача. При стабильной ситуации, при отсутствии подъема сегмента СТ, есть смысл рассмотреть вопрос консервативного лечения, изменить коронографию, котенгиографию и отложить статирование, чтобы не инфицировать персонал. Что касается особенностей течения COVID-19 инфекции у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Опять же, не рекомендовано отменять инфекторы АПФ и сортаны и не отменять аспирин. Более того, есть рекомендация рассмотреть возможное усиление антиагрегантной терапии у больных со стентами и шунтами. Все потому, что эти пациенты склонны к тромбозам. Наблюдается повышение дедимера при вневмонии, обусловленной COVID-инфекцией. Также следует соблюдать настороженность в отношении ПЭЛа и тромбозов с тентом. Также есть данные о возможной эффективности профилактической гепаринотерапии при тяжелом течении инфекции. В настоящее время это подтверждается. Не рекомендуется использовать высокочувствительные тропонины для диагностики инфаркта и миокардит у этих больных по понятным причинам, поскольку у многих пациентов с пневмонией могут наблюдаться повышения высокочувствительных тропонинов. В данном случае клиника ЭТГ и ЭХО имеют большее значение для диагностики. При резком появлении одышки и резком появлении дыхательной недостаточности есть смысл исключать ЭХО, в том числе с использованием КТ-анкиографии, исключать ТЭЛа, в том числе КТ-анкиографии. Нарушения ритма не особенно характерны для COVID-инфекции, однако пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями безусловно могут иметь нарушение ритма в результате нарушения электролитного баланса и миокардиального повреждения. Очень интересное лекарственное взаимодействие. Мы знаем, что при тяжелом, средне-тяжелом течении инфекции применяется антиретровирусная терапия лапиновир-ретоновир. И этот препарат влияет на целый ряд сердечно-сосудистых препаратов, в частности на антикоагулянты. Его не следует применять вместе с ревороксабаном и апексабаном, потому что он может усиливать их активность и повышать риск кровотечения. Дебегатран также не следует применять, если нарушена функция почек. При приеме фарфорина следует чаще контролировать МНО. Лапиновир-ретоновир может снижать активность клопидогрелия и просугрелия и наоборот повышать активность стикогрелора, поэтому совместное применение с стикогрелором запрещено. Он способен удлинять КУТ, естественно повышать риск желудочковых жизнеугрожающих аритмий, поэтому его запрещено применять вместе с амилдароном. А также повышает активность статинов, поэтому симво- и ловостатин запрещены из-за повышенного риска рапдомиолиза, тогда как максимальная доза аторвостатина должна составлять не более 20 мг, и розвостатин не более 10 мг. Хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин также применяют для лечения COVID-инфекции. И следует помнить о том, что они могут обладать кардиотоксичностью, особенно при приеме более трех месяцев, а также удлинять интервал КУТ. Коррегированный интервал КУТ следует регистрировать до начала лечения обоими препаратами, а во время лечения один раз в пять дней. Также в заключении хочу остановиться на особенностях лечения сердечной недостаточности при лихорадке, при инфекции. Мы знаем, что это довольно тяжелая группа больных, которые тяжело реагируют на интоксикацию. Поэтому этим больным, независимо от того, в больнице они или остаются дома, следует каждые три часа измерять температуру и вести дневник. Также следует обязательно проводить ежедневный контроль водного баланса и веса. Менее полутора литров во время интоксикации выпивать не рекомендуется, однако больше двух литров может привести к отеку легких. Следует корректировать выпиваемую жидкость и дозу диуретика в зависимости от потоотделения, а также следить за снижением давления и разницей между давлением в положении лежа и в положении стоя. Большая разница может говорить о гиповолемии, а также следить за одышкой. Предпочтительно использовать парацетамол в качестве жаропонижающего у этих больных. Все препараты по возможности, если давление позволяет, вся базовая терапия остается, однако при тяжелой пневмонии, если пациент лечится в реанимации, терапия блогаторами ренино-ангиотензиновой системы может быть пременно остановлена. Также есть смысл, даже если пациент остается дома, если есть такая возможность, проверять ежедневно, проводить пульсоксиметрию и также записывать показатели. Вот все, на что я хотела бы обратить внимание из последних рекомендаций под редакцией профессора Шлихто «Российское кардиологическое общество», которое выпустил совсем недавно, а также по данным Европейского общества кардиологов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова